так ну что у нас сегодня вот такая вот тема и в общем это мое отношение к ней были меня нет но она это это шутка на самом деле это очень прикольная структура которая умеет делать всякие штуки и при этом очень просто пишется не просто да ну скажем так если у вас написано сплэй дерево то просто типа если у вас написано сплэй дерево то там дальше прям прям совсем почти ничего не написать вот основная загвоздка доказать что это быстро работает вот ну и мы сегодня попробуем все это сделать значит смотрите какую задачу мы хотим решать мы хотим поддерживать на самом деле лес корневых деревьев а ну и давайте как обычно считать что он число написано на ребрах вот ну поступают давайте как обычно два типа запросов это у меня апдейт на ребре и сумма на пути что-то я так и нашу апдейт на ребре сейчас давайте пардон пардон мне будет сегодня удобно видимо числа на вершинах числа вершинах я сделаю вот так да так будет удобнее значит апдейт числа в вершине второй тип запроса это get сам на пути найти сумму на пути но давайте для простоты я буду искать сумму не на произвольном пути между двумя вершинами а от вершины до корня то есть сумма на восходящем пути от вершины в до корня до до корня соответствующего дерева get сам вот в это сумма чисел на пути от в до корня ну то есть у меня все вершины разбиты на несколько деревьев вот есть там одно дерево до какое-то второе третье вот если дают в эту я понимаю в каком дереве она лежит и вот на этом пути до вплоть до корня мне нужна сумма сумма чисел в вершинах написанных на этом пути вот ну и собственно две новые операции link это нужно подвесить одно дерево целиком к другому вот значит представьте что у вас было два дерева и вы хотите как бы вот так вот подвесить вы хотите взять одно дерево целиком приклеить к другому дереву в какой-то точке ну по факту просто провести ребро провести ребро отсюда сюда такое значит да между конкретными но но не совсем на самом деле первый аргумент будет всегда корень своего дерева а вторая произвольная то есть вы целиком вот это вот по дерево взятый за корень подвешиваете какой-то другой вершине значит подвесить одно дерево целиком к данной вершине ну и противоположная операция так от наоборот разрезать ребро если у вас было какое-то ребро увы вы его разрезаете соответственно под дерево в становится новым деревом кат в это вам нужно разрезать ребро да ну соответственно то что было под деревом estano и со самостоятельным деревом и ну кажется живёт само по себе на то есть если была такая картинка что-то такое было было ребро и вы его разрезаете вот это вот становится само средним деревом а вот это вот все остальное но остается вот этим большим по факту по факту в дополнение к запросам то что нас было через хавилай декомпозицию мы делали у нас появляется добавить ребро и удалить ребро то есть такое динамически меняешься дерево несколько деревьев которые там как-то динамически друг друга подвешиваются и отрезаются и так далее клёво согласен вот значит чем чем будем делать смотрите мы опять таки все ребра всех наших деревьев разобьем на два класса активные неактивные как у нас было в хавилай декомпозиции тяжелые легкие сейчас у нас будут ну я буду называть выделенные и не выделены ребра все ребра у нас разбиваются на выделенные и не выделены и так же как раньше на непрерывном пути из выделенных ребер и мы будем поддерживать какую-то структуру данных здесь раньше в хавилай декомпозиции у нас мы как бы рассматривали тяжелые пути и на тяжелом пути строили скажем дерево отрезков так здесь на выделенном пути мы строим свою структуру которая на самом деле будет сплать деревом а давайте конец пример я нарисую вот такое дерево пусть будет вот давайте выделенный ребра я буду заштриховывать по волнистой линии вот это выделено вот это выделено вот это выделено вот это выделено ну и все например вот тогда у меня будет всего два сплэй дерева одно отвечает целиком вот этому пути другое вот этому пути вот и давайте договоримся что у меня вершины на пути будут нумероваться в каждом пути независимо сверху вниз то есть в этом пути это будет нулевая 1 2 3 вершины в этом пути опять своя нумерация да поскольку свои своя структура в ней на объектах своя нумерация независимо от остальных здесь тоже 012 вот ну а получается вот такие отдельные вершины будут на самом деле своими отдельными сплэй сплэй деревьями в которых просто одна вершина находится с поделем размера 1 то есть вот дерево вот дерево вот деревну все вот это будут отдельные сплэй деревья вот значит давайте запишем я хочу чтобы из каждой вершины из каждой вершины выходила из каждой вершины выходит вниз не больше одного выделенного ребра также как в хриллайде композиции да у нас тяжелое ребро ровно одно но там как бы ровно одно было здесь не больше чем одну то есть да например вот здесь вот ничего страшного что здесь нет ни одного выделенного ребра это нормально да уточню что вот выделены это выглядят вот штрихованные а все страны не выделены не выделены прямые это не выделены ребра вот ну и значит строим сплэй дерево сплэй дерево на каждом нисходящем пути по выделенным ребрам значит что у нас хранится в сплэй дерево смотрите у нас но нам явно надо хранить сумму в по дереве да то есть у нас вершинах будет хранится числа вот эти вот также мне нужно искать сумму на под дереве внутри сплэй дерево там будет отдельное поле который хранит сумму в под дереве и это дерево должно быть неявным потому что ну мы будем явно сильно перестраивать на то есть когда там сюда что-то подвешивается ну например да если я захочу в какой-то момент вот это вот ребро назначить не выделенным а это выделенным то мне нужно будет вот этом большом дереве этот кусок отрезать а этот добавить и я это часто буду делать я буду часто менять теперь образ выделенных на не выделены и наоборот поэтому мне нужна структура которая внутри позволяет там быстро склеивается как-нибудь да между собой наоборот разделяться то есть как бы отрезать ребра ну и так далее при этом тургинь вот значит давайте давайте это напишем до сплэй дерево у нас будет по неявному ключу по неявному ключу в вершинах этого дерева храним сумму чисел из-под дерева так это сказал значит последнее поле которое я буду хранить и после этого нарисую пример еще один значит это мне нужно будет хранить для каждого начала каждого сплэй дерева то есть по факту для каждого начала всех выделенных путей я буду хранить ссылку на то куда подвешен как бы ну вот на родителя по факту вот у меня есть целиком какой-то выделенный путь я буду для его корня для начала этого пути хранить ссылочку ну давайте даже вот так вот это все как бы дерево целиком подвешено вот сюда у меня будет вот такое поле что это этот путь является сыном непосредственно вот этой вершины на например дальше вот это вот будет целиком подвешено вот сюда к единице это все целиком сплэй дерево она будет подвешено вот к этой единице к этой вершине и так далее то есть у меня по факту каждое сплэй дерево ссылается на то куда она подвешена Каждое сплэй-дерево А напоминаю, сплэй-дерево это путь из выделенных ребер Так вот, каждый путь из выделенных ребер Это какая-то вот такая вот картинка, да? Все выделенные Я хочу понять, какая вершина как бы предшествует всему этому пути Вот ее я буду хранить Значит, каждый сплэй-дерево Точнее, корень Сплэй-дерево Хранит указатель ПТР Ну, я напишу на родительскую вершину Вот на предыдущую вершину относительно этого пути Вот Ну все, структуру более-менее писал Теперь давайте нарисуем пример с числами И вот эти ПТРы тоже как работают Надеюсь, мне хватит Сейчас от балды выделю какие-то ребра Значит, сразу скажу, что те ребра, которые выделены и не выделены У них классификация Ну, там нет никого правила, что вот эти выделены и не выделены Просто вот как алгоритм их в какой-то момент назначает выделенными или не выделены Мы их так и считаем Короче, вот как алгоритм хочет, он так их и выделяет То есть нет какого-то правила, что там тяжелые ребра выделены или что-то такое Вот просто вот как в алгоритме он их назначит, так и будет Вот, например, пусть такая картинка у меня Ну, пусть будет вот так Давайте пронумерую вершины Как-нибудь от балды Вот И построю как-нибудь сплэй деревья Значит, смотрите Давайте вот с этого длинного пути начнем Вот это вот все Должно быть одно большое сплэй дерево При этом, как именно оно внутри устроено, мы не знаем Но давайте какой-нибудь пример нарисуем Вот, скажем, пусть корнем этого сплэй дерева Напоминаю, у меня вершины как бы сверху вниз упорядочены То есть вот это должна быть первая Самая левая вершина сплэй дерева, это вторая, это третья, это четвертая Ну, например, пусть двойка является корнем Тогда, смотрите, слева должны идти те, кто левее, то есть выше в пути расположен Вот эта единица будет сверху А справа должно быть вот это под дерево между тройкой и четверкой Ну, например, пусть будет вот так Вот это корректное сплэй дерево для вот этого первого пути Потому что, когда мы рассматриваем вершины слева направо Ну, то есть, да, смотрите, как на это, как на картинку на плоскости Если вершины слева направо записаны, то будет сначала первая, потом вторая, потом третья, потом четвертая Как раз ровно тот порядок, который вершина идет сверху вниз Так, это корректное дерево вот это Дальше давайте нарисую, ну, единичный, скажем, вот это 10, 11, они будут сами по себе Вот это вот, 12, 15 Здесь корни может выступать как 12, так и 15, да, смотрите Хотя хотелось бы ожидать, что 12 это корень в свою сплэй дерево, потому что она самая верхняя Это не всегда так Может быть произвольная вершина Вот, например, 15 Значит, если 15 корень, то поскольку 12 расположено выше, идет раньше в сплэй дереве То значит, она должна располагаться левее, потому что левее это раньше Так, это нарисовал Значит, ну, давайте еще вот здесь вот нарисую, чтобы было поинтереснее 5, 7, 9 Здесь давайте для разнообразия пятерка будет корнем Мне нужно, чтобы остальные шли справа, пусть, например, будет вот так Это тоже будет корректный сплэй дерево, потому что самая левая вершина 5, потом 7, потом 9 Как раз 5, 7, 9 сверху вниз Шестерка, восьмерка сами по себе Где-нибудь я вот здесь их нарисую Вот этот путь 14, 20, 16 Пусть будет 16 корнем Тогда слева 20, может быть, и еще левее 14 Так, я почти закончил Осталось у меня 13, 18 и 17 Так, давайте я нарисую вот здесь И вот здесь Все, вот, например, такой набор сплэй деревьев может соответствовать вот этому одному дереву Понятно? Нет противоречий тут? Да Нет, совсем не обязательно Нет, 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 смотрите, вот, например, давайте вот на этом примере Если бы четверка, скажем, была корнем, то у меня могло бы быть Ну, нет, подождите Вот, вот, окей Представьте себе, какой-то длинный путь вот здесь был бы Тогда его корнем может выступать, например, вот эта вершина Левое под дерево, это все вот это, правое, это вот это А какое оно здесь устройство имеет? Да бог его знает Может быть, например, вот эта штука корень Потом вот сюда он как-то ссылается и сюда То есть, это произвольное сплэй дерева Давайте пример нарисую тоже Если есть вопросы, значит, вот что-нибудь подлиннее нарисую Вот Пусть, скажем, t Это у меня корень Тогда слева нужно расположить вот это Например, оно может получиться так Корректное сплэй дерево, потому что при проходе слева направо В точности получается путь сверху вниз Оно не совсем, как бы, произвольное абсолютно Произвольное сплэй дерево Главное бинарное У нас сплэй дерево, понятное дело бинарное Так, давайте это сотру Ау Ну, смотрите, у меня все вершины исходного дерева пронумерованы как-то Ну, даже я бы сказал так Все вершины, которые вообще когда-либо участвуют в нашей структуре пронумерованы 1, 2 и так далее, n Вот там изначально в задаче сказали, что всего мы используем, работаем с n вершинами Изначально у меня они все 1, 2 и так далее, n Нет ребер, каждая в своем сплэй дереве А потом говорят что-нибудь типа, ну там, не знаю, вот это объединить, тогда нужно вот эти два сплэй дерева склеить Да Но они же занумерованы, мы по номеру можем получать вершину спокойно У меня, смотрите, у меня нумерация здесь полностью соответствует нумерации в исходном дереве И если мне сказали подвесь там x к y, то я знаю вершину соответствующую x в нашем сплэй деревьев И y в другом, и подвешу если надо Ну можно так сказать, нет, не на сплэй дерева, а на вершину я бы сказал То есть по вершине исходного дерева мы имеем указатель на вершину в сплэй дереве Да, да, исходное дерево мы в явном виде вроде даже не храним, да, это правда Вроде даже не храним, действительно Вот, ну теперь смотрите, что, давайте какую-нибудь операцию попробуем сделать Давайте попробуем понять, что происходит, если я, например, хочу вот это вот ребро выделить Вот это ребро выделить Что это значит? Это значит, что я должен в частности вот это ребро антивыделить, да, то есть я должен его убрать, а это добавить Ну вот давайте тогда по шагам сделаем Давайте сначала поймем, что происходит, когда я вот это вот ребро делаю невыделенным То есть ребро между двойкой и тройкой. Я вот хочу его не выделить. Да, значит, смотрите, мне нужно по факту просто вот это дерево разрезать, чтобы сверху были 1, 2, а снизу 3, 4. Ну, давайте я сделаю сплей, благо двойка и так уже корень. И мне на самом деле нужно просто отрезать вот это правое поддерево. Потому что вот как раз вот эти 3, 4, они лежат ниже, и их нужно отрезать. Поэтому первым делом, когда я хочу сделать ребро невыделенным, я поднимаю эту вершину в корень с помощью сплей. Ну, здесь она и так корень. И отрезаю правое поддерево, потому что все, что ниже, это как раз то, что справа. Значит, сделать это ребро невыделенным, это значит просто убрать вот это ребро. Согласны? Вот. Но если я хочу это сделать выделенным, то мне нужно теперь вот это вот поддерево 5, 9, 7, то есть вот этот вот выделенный путь, подвесить справа к двойке, потому что как раз-таки оно идет ниже, значит справа. поэтому вот это все безобразие нужно подвесить вот сюда вот вот на место того где раньше было 4 3 давайте перерисую будет теперь вот так вот тем самым я вот это ребро выделил давайте еще что-нибудь сделаем вот это вот это хороший давайте вот это вот ребро попробуем выделить тоже чтобы его выделить мне нужно это сначала не выделить до сделать невыделенным а потом это выделить значит давайте сначала это сделаем не выделеным для этого смотрите я не могу просто отрезать это ребро потому что ребро хранить это мне нужно сначала сделатьifically сначала число 12 сделать корнем своего сплея-деливо ну понятно что делал после с плей-од 12 произойдет вот такая такое вращение 12 станет корнем ну понятно сплое-дерево я могу делать вот эти вот всякие там извините за выражение зиги-зиг-зиги и зиг-заги и от этого но она останется корректным своя дерево он там все суммы я умею находить так далее вот поэтому я могу сделать сплей и старый дерево пропать в новое ну а дальше я делаю брони выделенным просто отрезают ребро говорю что правый сын панул ptr что у меня нет права сына и на место правого сына я подвешиваю вот этот путь 14 12 16 14 16 вот он целиком я его подвешиваю в качестве права сына 12 к ну то сделаю вот так согласны вот вроде очень просто ребра 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 какие-то ребра у нас будут выделены какие-то не выделены мы храним пути сплей деревьях и более-менее научились переназначать типы ребер выделены на не выделены и наоборот если мы хотим ребро выделить то мне нужно подвесить нижнее по дерево к верхнему с помощью ну просто подвешивания справа потому что они идут ниже значит нужно подвешивать справа а если не ребро нужно не выделить то есть из выделенного сделать не выделенным мне нужно сделать сплей от верхней вершины и право по дерево высечь удалить потому что все что справа это снизу да вот давайте их кстати корни все эти нарисуем давайте в текущей ситуации да извините это я забыл нарисовать да вот она теперь выделенная потому что я переподвесил да давайте вот эти ptr еще нарисуем кто на что ссылается ну тут все просто значит смотрите у вот этого дерева большого 1 2 5 9 7 она ни на что не сладится потому что она и так самая верхняя поэтому ptr у этой штуки ну ну ptr дальше вот есть такой выделенный путь 34 находим его вот он для корня этого сплей дерева говорим что он подвешен к шине 2 значит я провожу вот такой вот ptr а потому что вот это вот это сплей дерево целиком подвешено как сын к вершине два то что ребро ведет в корень совпадения она вполне могло быть подвешено вот сюда так да например вот этот путь 1318 он подвешен куда он подвешен к тройке поэтому здесь отсюда ребро будет в тройку вести не в корень вот этого дерева об а просто в тройку ну например еще что будет когда подвешено 8 будет повешено к 6 вот такое будет ребро вот этот вот здесь большой путь вот у меня до 1620 14 12 вот это вот все подвешено к единице поэтому из корня этого по дерева я веду стрелку в единицу но я не буду рисовать потому что уже перегружена картинка отсюда будет пунктир на ребро ptr в единицу потому что этот путь целиком подвешен к единице вот ну и так далее ptr из корня текущего сплэй дерева в произвольную вершину другого туда куда все это по дереву подвешен вот ну по структуре вон все теперь давайте попробуем понять как ему делать запрос get сам вот смотрите пусть у меня все вершины моего дерева разбиты по сплэй деревьям как найти сумму на вот таком вот пути от в до корня текущего текущего дерева вот vdr тип того но смотрите давайте еще для удобства сделаем все вот эти вот ребра выделенными и еще сделаем все дочерние ребра из вы не выделенными на самом деле то есть чтобы сделать процедуру get сам я веду процедуру expose от в которая делает следующее она делает все ребра на пути от в до корня выделенными а все дочерние ребра из вы не выделенными тогда вообще супер сумма на этом пути ну то есть на самом деле этот путь становится просто целиком сплэй деревом потому что все эти ребра выделенные и он никуда не продолжается поэтому это становится целиком сплэй деревом полностью все вот это вот это сплэй дерево весь путь это одно сплэй дерево и сумма на пути значит просто та сумма которая в корне лежит потому что в корне лежит как раз таки сумма из всего по дереву то есть сумма на этом пути поэтому если я так сделаю то у меня сумма на пути вообще за единицу находится ну то есть если я знаю что вот это вот все это один одно большое сплэй дерево то сумма на пути это просто значение в корне вот что делает expose делает все ребра на пути от v до корня выделенными, а все ребра, исходящие из v делать невыделенными, исходящие из v невыделенными, вот такая процедура expose, значит, благо мы уже умеем делать ребра выделенными и невыделенными, да, мы знаем, что там надо что-то как бы переподвесить, что-то отрезать и так далее, вот, но давайте напишем процедуру, которая делает этот самый expose, я попробую уместиться вот на этой части доски, значит, что идет expose от v, давайте картинку тоже нарисую какую-нибудь, здесь какой-то путь, так, сейчас, одну секунду, мне нужно еще вот эти вот, сейчас, сейчас, я подумаю полминутки, что делать с этими ребрами, а, ну да, ну да, ну да, ну да, ну да, ну да, значит, смотрите, вот на этом пути какие-то ребра выделены, какие-то не выделены, какие-то выделены, какие-то не выделены, вот, и еще, возможно, есть какие-то выделены нисходящие ребра из v. От них надо избавиться, сделать их не выделено. Так вот, давайте я сначала вот рассмотрю вот этот путь, который содержит v, и с помощью сплея v подниму в корень соответствующего сплея дерева. Значит, первым делом я делаю сплей от v. Что происходит? Теперь у меня вот этот путь, который изначально содержал v, стал соответствовать сплей дереву, в котором в это корень. То есть картинка вот этого пути сейчас вот такая. Да, вот какое-то сплей дерево, причем левое под дерево – это все, что выше v, а правое – все, что ниже. А мне нужно отрезать вот это как раз ребро, то есть мне нужно сделать его не выделенным. Давайте просто отрежем. Отрежем и назначим ПТР вот отсюда, вот сюда. Потому что, когда я отрезаю, то есть когда я делаю ребро не выделенным, у меня, во-первых, разрушается сплей дерево, во-вторых, получается, что вот это вот маленькое сплей дерево подвешено вот сюда. Ну, давайте так и сделаем. Значит, мне нужно сказать, что ПТР от правого сына – это v. Значит, ПТР от v.write – это v. Я назначил ПТР, потому что теперь это отдельное сплей дерево, оно должно ссылаться сюда. Ну и отрезаю ребро. Говорю, что v.write равно нул ПТР. Вот. Я за три строчки выполнил вот это вот нижнее условие, что все ребро, исходящие из v не выделены. Согласны? Чудно. Все, значит, здесь я преодолел трудности. Теперь у меня вот здесь вот происходит конец моего сплей дерево, здесь все хорошо. Теперь мне нужно пройти снизу вверх и все невыделенные сделать выделенными. Ой, ну давайте. Значит, при этом, смотрите, v – это у меня теперь сейчас корень своего сплей дерева. Будьте здоровы. Я напишу следующее. Пока ПТР от v не null pointer. Потому что, смотрите, сейчас v – это корень своего сплей дерева. В корне сплей дерева ПТР от v указывает как раз-таки, то есть вот корень вот этого сплей дерева указывает вот сюда вот. ПТР от него – это вот эта вершина. Как раз-таки родительская вершина на восходящем пути. Значит, вот сюда мы указываем. И пока вообще есть родитель, то есть пока я не объединил все в один большой путь до корня, мне нужно вот это вот ребро между этим деревом и вот этим, и вот этой вершиной сделать выделенным давайте будем делать это как-нибудь во первых давайте его обзовем пусть это будет тогда у меня картинка такая вот есть у вот есть сплошной путь который целиком подвешен к в при этом корнем является вершина в который имеет потерпу вот сюда так давайте я так вот нарисую по-другому вот есть наш путь и здесь где-то в и она ссылается вот сюда то есть по факту это отдельное сплое дерева у в каком-то другом сплое дерева мне нужно их объединить сейчас да то есть мне нужно выделить это ребро их и склеить по факту ну тут как обычно смотрите если внезапно у есть какой-то выделенный сын то есть если из у кто-то исходит вот она у если здесь есть нисходящее выделенное ребро то мне нужно его удалить ну потому что не может быть два выделенных ребра исходящих на вершину тогда мне нужно сначала сделать корнем и отрезать правого сына потому что отрезание права сына это как раз таки обрубание нисходящего выделенного пути на то есть я первым делом избавляюсь от выделенного ребра если она из у торчало как это делаю я делаю и отрезаю как обычно вот у меня вот у меня представьте меня было у здесь левое правое под дерево не нужно отрезать это ребро ну и соответственно нужно не забыть ptr вот сюда вот назначить потому что это вот все на самом деле подвешенную то есть на самом деле вот это вот я просто повторяю игру что ptr вот у . right равно у и ку . right равно ну ptr это да да еще раз конечно 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 да указатель на область памяти сама эта область памяти не изменилась ушка лежит там птер от в сейчас сейчас изменим смотрите это мы пока это мы только подготовку сделали мы раз выделили это ребро теперь вот это ребро тоже не выделено вот а что это значит это значит что теперь картинка вот такая у нет правого сына потому что я только что отрезал и мне нужно подвесить под дерево с корнем в справок у то есть мне нужно вот это вот все подвесить вот сюда потому что вот это вот все должно идти справа потому что ниже вот это вот все ниже чем у поэтому не нужно просто вот это вот подвесить качестве права сына значит я говорю что вместо этого я говорю у . right равно в потому что вы это корень того сплэй дерева ну и давайте для красоты сделаем патерат вы равном птн потому что вы перестала быть корнем своего сплэй дерева и птер я не храню для некорневых вышин птер хранится только для корня своего дерева если ничего не забыл то на этом экспорт закончился она и вы равно конечно да чтобы 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 подняться да как бы мы теперь будем подвешивать когда я сделал вот это вот переподвешивание вот это вот у меня вот это вот все одно большое дерево и мне нужно его подвесить вот сюда ну а корнем будет выступать то есть я вот этот переназову за вы и теперь вот это под дерево целиком подвешиваю буду подвешивать снизу вверх не соответствует но я вот здесь когда рисовал я многократно говорю что путь сверху вниз это путь то есть сверху вниз а нормальном дереве это путь слева направо в сплэй дереве на смотрите у меня у меня в моем неявном сплэй дереве и вершины можно ну как бы переправить слева направо али в корень сначала печатаем левое под дерево потом корень потом а в стандартный стандартный обход поняли отлично вот ну и собственно этот порядок не просто всегда поддерживаем все вот я утверждаю что этот код сделал следующее он взял прошелся по пути от в до корня и все эти ребра сделал выделенными ну понятно я просто носили вот эти ребра делал выделены склеивал все вот этого сплэй деревья попутно отрезая вот эти вот хвосты если они были там тоже подвешены все ну и дальше если нужно найти сумму на этом пути то поскольку это все одно большое сплэй дерево то сумма в нем это просто сумма в корне но в корне там просто зовут единицу можно найти значение понятно вот ну зашибись значит почему это работает ну понятно что конкретно такая реализация каждая конкретная итерация может работать долго потому что в худшем случае если все эти ребра не выделены то ну нам придется n раз перевыделять ребра но вот учетно будет за логарифм оказывается но потому что сплэй дерево давайте пока я скажу что будет учетно за логарифм это мы докажем а пока давайте разберемся как все остальные операции работы то есть вот ну с гитсом мы вроде разобрались мы поняли что гитсом можно просто вызвать экспоуз и тогда сумма на пути это это значение в корне давайте попробуем понять как работает линк и кат значит давайте попробуем понять что происходит сначала скат от ув значит у меня было какое-то там дерево где был в частности ребро из увы там что-то вот здесь еще было мне нужно его удалить но это вроде очень сложно не нужно сначала это ребро сделать невыделенным если оно было выделенным и просто его отрезать сейчас продам да даже проще удалить невыделенное ребро вообще ничего не стоит нужно просто ptr от в занулить на потому что как бы и единственные связки от 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 того что у меня ребра не выделены как у меня вообще не выделены ребра хранятся в моей структуре только с помощью птеров потому что всплыв деревьев только выделенные ребра лежат они выделены получается только за счет of their of да потому что вот например у меня чем не нарисовано у меня вот это вот подвешена к тройке как раз по невыделенному ребру поэтому из 13 идет ptr в тройку у меня как раз не выделен то в точности ptr а значит если бы три про было не выделенным то мне нужно было бы просто ПТР от В занулить, сказать, что это нул ПТР. И все, и тогда это ребро автоматически удалится, потому что мы не знаем, что оно существует. Они никак не подвешены. Значит, тогда нужно сначала сделать ребро невыделенным, если оно было выделенным, а потом ПТР от В занулить просто. Сделать УВ невыделенным. Ну и ПТР от В равного ПТР. Ну, давайте скажем, что В равно с плей от В, чтобы оно корнем стало сразу, да? Потому что ПТР у меня только для корня определен. И вот давайте ПТР от В занулить. Так, хорошо. Еще раз? Пардон, не expose, с плей только мы сделали. Да. Так нам ровно это и нужно сделать, потому что теперь это разные деревья, они не связаны. Все, В корень, В корень своего дерева. Нет, не должны, потому что под все, все, здесь это разные деревья. Они никак не связаны, они независимы. Мы не должны друг их друг с другом их получать. Ну, то есть, у вас там было, не знаю, например, было одно большое дерево. Что такое КАТ? КАТ это по факту разделить ваше дерево на два. Вот первое, вот второе. Они между собой не связаны никак. Это свой независимый самостоятельный корень, они никак между собой не коррелируют. Мы просто забываем про их связь. Так, ну и линк давайте. Линк, УВ. Значит, это что значит? Значит, у меня было под дерево с корнем У, я хочу подвесить к вершине В. Что можно сделать? То есть, я хочу, я хочу вот эти два дерева склеить с помощью этого ребра. Да, да, да. Значит, У равно с плей от У. Сейчас, зачем я пишу? У меня просто, у меня с плей, наверное, войд просто работает, да? Да. Плей ничего не возвращает. Значит, я делаю У корнем своего дерева и говорю, что теперь оно подвешено к В. У нас вот есть дерево, который здесь, да? А, вы про ПТР, да, говорите? Ну да, вы про то, что происходит с ПТР, когда мы делаем с плей? Как-то да. Ну да, ну то есть на самом деле ПТР это какое-то внутреннее поле для корня. Всплей, в частности, у меня меняется корень после поворота. Но вот надо еще внимательно проследить, что когда мы поворачиваем, мы меняем ПТР. Да, то есть, если, скажем, у меня была вот такая вот картинка, да, для Зига. Я делаю Зиг и меняю местами ПТР от XI и ПТР от P. Ну, потому что это стало корнем, а это не корнем. Просто можно посвопать эти поля. Перерыв. Так, давайте дальше поедем. Вы против, я понял. Смотрите, на самом деле, с точки зрения реализации я все рассказал. Да, вопрос, типа, насколько вы это поняли, но вот я пытался. Теперь давайте пробуем доказать, что это учетно работает за алгоритм. Для этого нам нужно немножечко вспомнить, как работает сплей дерева. Точнее, какая у него учетная стоимость сплея. Кто-нибудь помнит, какая учетная стоимость сплея? Точно. Это определение, вы говорите, более-менее. Это тоже, скорее, следствие. Значит, на самом деле, когда мы доказывали что-то про сплей, мы говорили, что учетная стоимость сплея не больше, чем 1 плюс утроенная разность рангов. В конце минус в начале. У нас была такая формула. Это прям было. Там мамы клянусь. Вот, мы сейчас ее немножечко подправим и будем ей пользоваться. Значит, смотрите. Давайте я напомню, что у нас такое было R в обычном нормальном сплей дереве. Значит, вот у меня было какое-то сплей дерево. Я давайте скажу следующее. Вот раньше у меня для каждой вершины был определен вес, равный единице. Для каждой вершины V вес равен единице. Дальше. Я определял S от V как сумму весов по дереве. Сумма U по дереве V. W от U. Потому что раньше S от у меня был просто размер текущего под дерево. Вот есть какая-то вершина V. Я знаю все вершины, достижимые из нее внутри сплей дерева. И размер это было в точности S от V. То есть по факту сумма W-шек. То же самое. Вот. А рангом я называл просто двоичным логарифмом размера. Лог 2 S от V. Значит, это то, что было раньше. И если я, значит, вводил вот такие вот всякие штуки, то мы с вами показывали, что учетное время работы с play не превосходит 1 плюс утроенной разности нового ранга x, то есть после того, как я сделал с play at x. И старого. То есть до того, как я сделал с play at x. Вот. Теперь давайте немножко изменим. Давайте скажем, что у меня у каждой вершины вес не единицы на самом деле, а суммарный размер всех с play деревьев, из которых по PTR можно добраться до V. Картинка. Вот есть одно с play дерева. В его вершины с помощью PTR войдут какие-то стрелки. Из других play деревьев. Да, мы помним, у нас много play деревьев. Они как-то друг на друга ссылаются. То есть корень каждого play дерева указывает на какую-то вершину в другом. Так вот, давайте посмотрим на все ребра, торчащие по PTR вот сюда, вот в эту вершинку V. Ну, это какие-то play деревья. Скажем, вот это. Вот это. Да, это все стрелки PTR. И вот это. Также давайте посмотрим, кто еще к ним подвешен по PTR. Скажем, вот есть какое-то другое play дерево, которое вот сюда по PTR подвешено. И еще кто-нибудь вот сюда подвешен по PTR. Ну и так далее. То есть давайте рассмотрим цепочку, точнее рассмотрим все play деревья, из которых по цепочке PTR можно попасть в V. и вот это я назову весом вершины V. Вес V это, давайте напишу так, 1 из-за учета вершинки V, плюс суммарный размер всех play деревьев, из которых по PTR можно добраться до V. всех play деревьев, из которых по PTR можно добраться до V. Вот, такое стремное определение. А S и R я оставляю. Значит, давайте я просто вот эту строчку сотру, все остальное я оставлю. S это сумма W-шек из-под дерева, R это различный грифм S. Да, то есть, например, давайте какую-нибудь картинку нарисую. Если у меня есть вот такое вот сплей дерева, одно, сюда торчит, скажем, такое сплей дерево, сюда такое, и к нему еще подвешено вот такое, пусть тут будут размеры X, Y, Z. Тогда у этой вершинки W вес равен 1 плюс X, давайте я сразу S буду писать. 1 плюс X, да, потому что вот она сама, и еще под дерево размера X сюда подвешено. У этой вершины S это она сама, плюс Y плюс Z. А у этой вершинки я складываю веса детей и добавляю единицу, ну, потому что сюда больше никто не подвешен. То есть, нет другого сплей дерева, которое указывало бы сюда по ПТР-ке, поэтому здесь вес у этой вершинки будет просто один, да, больше никто к нему не подвешен. Поэтому S, вот эта вот сумма весов из-под дерева, это будет 3 плюс X плюс Y плюс Z. Вот это я нарисовал значение S для вершины этого под дерева, для вершины этого сплей дерева. Еще раз. Да, вот ровно это так, да. Значит, оказывается, что при таком изменении потенциальной функции, да, то есть я, смотрите, я что сказал? Я сказал, что у меня вот есть эти ранги и давайте я скажу, что потенциал внутри сплей дерева это, как обычно, сумма рангов по всем вершинам. Да, это потенциал. Ну, тогда можно показать, что учетное время работы опять подчиняется такому неравенству. Вот это я ставлю без доказательства, ну, потому что надо просто в точности повторить доказательства, которые мы в первом семестре приводили, потому что все вот эти вот зиг-зиги, зиги и зиг-заги, они на самом деле, ну, то есть им на самом деле более-менее пофиг на точное значение W. Всем, чем мы пользовались, это что-то типа там, когда мы что-то поворачиваем, мне нужно доказать, что там двоичный логарифм чего-то меньше там какой-то суммы, и это все сводилось к тому, что вот это плюс это не покрывает все дерево. Значит, там было примерно такое рассуждение, что сумма этих размеров не больше, чем все дерево, не больше, чем вот это вот все. Ну, и здесь тогда то же самое. Если тут просто какие-то W-шки хранятся, вы сумеете эти W-шки и эти, понятно, что вы там не больше, чем всю сумму W-шек набрали. Вот. Поэтому вот это вот условие у нас сохраняется. В учетное время сплея вот такое будет. Это без заказательства. Потому что иначе пришлось бы передоказывать здесь сплей. Нет. Значит, вот это рассуждение без заказательства. Ну, все. Ну, все. Значит, тогда. Теперь, наконец, давайте я введу общий потенциал всей нашей системы. Общий потенциал такой. Ну, во-первых, вот эта вот сумма рангов по всем по деревьям. По всем сплеям деревьям, точнее. Во-вторых, будет второе слагаемое, которое будет равно следующему. Это количество тяжелых невыделенных ребер. Что такое тяжелые ребра? Смотри прошлую лекцию. Мы определяли хавилла-декомпозицию. Мы про каждое ребро говорили, что такое, ну, точнее, вот для каждой вершины. Я смотрел на размеры поддеревьев, находил самое большое и говорю, что это самое тяжелое ребро. То есть, если, скажем, вот это вот поддерево самое большое, то это тяжелое ребро. Вот оно. Более того, хавилла-декомпозиция там как-то однозначно определена. Я говорю, что если несколько равных, то выбираем самый левый, там, с минимальным номером. Так вот, давайте помимо потенциальной функции из сплея-дерева добавим количество тяжелых невыделенных ребер. И вот в такой потенциальной функции у меня получится как раз логарифмическая учетная стоимость. Значит, ну, давайте попробуем понять, почему это так. Что мне нужно по факту? Самое сложное — это у меня expose. Чтобы найти сумму на отрезке, мне нужно запустить expose, и я про него сказал. Он непонятно сколько работает, потому что там может быть много невыделенных ребер на пути, у них нужно все выделить, склеить деревья и так далее. Вот давайте поймем, за сколько работает expose. Значит, напоминаю, что учетное время при введении потенциальной функции мы считаем так. Мы считаем реальное время работы плюс изменение потенциала. То есть вот это вот реальное время работы. Ну, а это на сколько изменился потенциал, то есть φ новый минус φ старый. И new минус field. Вот. Хорошо. Теперь давайте вот эту сумму разобьем на два куска. На те операции, которые происходят внутри сплей. Вот этих вот сплей. И все остальное, соответственно. И то же самое с потенциалом. Потенциальную функцию я разобью отдельно на то, что происходит внутри сплей деревьев, и отдельное количество тяжелых ребер. То есть по факту у меня время работы складывается из двух компонентов. Во-первых, сложная операция – это сплей. Потому что, ну, сам сплей по себе может долго работать. Потому что дерево может там выражаться в бамбук и так далее. Чтобы его переподвесить, может потребоваться много времени. Но также вот этот вот вайл может долго работать, потому что он работает. Ну, сколько было невыденных ребер на пути, столько мы делаем итерации вайла. Не нужно все ребра выделить. И вот давай тогда вот как бы разделим эти две составляющие. Во-первых, ну, я напишу так. OutExpose – это OutSplay. Ну, точнее, сумма сплейов, да? Сумма OutSplay – V. Ну, то есть, смотрите, у меня сплей многократно вызывается от разных вершин. Давайте я их назову VIT. То есть я вызвал сплей от V, потом сплей от U, потом сплей от его PTR и так далее. Вот давайте вот набор вершин, от которых я вызываю сплей, это будет VIT. Это будет V0, это V1, потом еще раз V2, V3 и так далее. Значит, учетное время сплейов плюс учетное время, ну, вот всего остального. Учетное время, давайте напишу, выделение ребер. Да, потому что время работы складывается из переподвешивания там зигзигов, зигзагов внутри сплей дерева и того, за сколько, собственно, сколько раз мы это делаем. Сколько раз мы это делаем. Потому что каждое выделение ребер еще сопровождается от единицы действий, да, там я какие-то PTR переназначаю, делаю детей, переподвешиваю, PTR опять вот здесь поменял, ну и так далее. То есть вот это вот время, это, грубо говоря, все, что внутри вайла происходит, кроме сплея, кроме сплеев. Сплеи отдельно и все остальное внутри вот этой штуки. Так, ну хорошо. Значит, вот это вот я знаю, за сколько работает. Это по тому нашему утверждению. Сумма по всем i, да, то есть по всем вершинам, от которых мы называем сплей, единица плюс утрой на разность рангов. R' от VI минус R от VI. Ну и плюс еще вот эта вот страшная штука. Значит, давайте это пока оставим, давайте, раз мы уже начали со сплей дерева, давайте вот с этим разберемся. Простой факт. r и плюс один, sorry, r VI плюс один больше и равно R' от VI. Для любого i. Давайте поймем, что это значит. Смотри, что такое VI под штрихом и VI плюс один просто. Но давайте нарисуем. Вот в какой-то момент я говорю, я рассматриваю вот одно целиком сплей дерева. В нем есть вершина VI, которая является корнем. Это все подвешено к вершине VI плюс один, да, которая тоже является частью какого-то там выделенного пути. И я утверждаю, что после того, значит, что такое R' от VI. Ну, это момент как раз, когда я подвешиваю это под дерево целиком сюда. А R от VI плюс один это момент, когда я вхожу. Вот, ну, по факту вот здесь, да, то есть, когда я вот здесь уже все отрезал и переподвесил. Ну, короче, по факту склеил вот эти два пути. То есть, R это, R от VI плюс один, это какой ранг вершины VI плюс один в момент, когда мы вот сюда вот зашли и U равно VI плюс один. Вот здесь, когда U равно VI плюс один, я измеряю ранг. То есть, вот здесь будет ранг, а здесь будет ранг штрих, потому что после сплея, что будет. Вот. Ну, тогда вроде понятно, потому что, что такое ранг VI? Это, ну, давайте, давайте напишем S' от VI, потому что неравенство между логарифмами, то же самое, что неравенство между S'ками. Да, ну, то есть, я потенцирую это неравенство, получаю эквивалентные с точки зрения S. Что такое S от VI и VI плюс один? Для VI это все, что по ПТРам смотрит в это под дерево. А для VI плюс один, это все, что смотрит сюда, или еще вот сюда. Потому что я вот это под дерево подвесил к VI плюс один, а значит, все, что было достижимо по ПТРам, из, точнее, по ПТРам до вот этого под дерева, до вот этого под дерева, теперь, в частности, отсюда можно добраться до VI плюс один. Ну, просто потому что я вот это вот все подвесил как бы целиком сюда. То есть я склеил эти два дерева, поэтому ранг здесь только увеличился. То есть все, что раньше было достижимо по ПТРам, то есть все, что раньше по ПТРам указывалось сюда, оно осталось. Но теперь также добавилось все, что раньше указывалось вот сюда. Теперь оно тоже указывает вот сюда. То есть по ПТРам можно подняться сюда, потому что это все одно сплошное свое дерево стало. Получается такое неравенство. штрих штрих да да вот ну и все тогда я вот эту штуку могу оценить смотрите у меня каждая следующая вычитаемое больше и равно чем предыдущие уменьшаемое поэтому я могу написать здесь меньше либо равно 1 плюс утроенный последний ранг минус начальный р штрих vk минус r open ну а пардон да как а действительно к даже видимо к плюс 1 да спасибо это я налажал здесь будет к плюс 1 там будет утроенная разность но смотрите у меня у меня с помощью вот того неравенства меня сократятся там р штрих от в 0 и r от в 1 р штрих от v1 и r от v2 и так далее все сократятся останется только р от в 0 и р штрих от vk где ну-ка соответственно 0 это самое первое слагаемое кайт последнее и единица сложится в к плюс 1 так вроде хорошо вроде хорошо но и при этом смотрите эта штука понятное дело от логарифма потому что r это у меня логарифм от с а с это количество вершин которые попытки ром из которых попытки можно добраться до данной понятно что это не больше чем общий размер как бы всех деревьев значит это есть вот логарифм вот к пока непонятно на самом деле к повторю к это количество итераций в цикле vile то есть сколько ребер я делаю выделенными сколько ребер было не выделенных я их выделяю вот это к но у нас же они не тяжелые нелегкие они пока непонятно какие вот тут тут сейчас будет играть вот это вот второе слагаемое учетное время выделения ребер так ну давайте разбираться давайте нарисуем картинку что происходит при выделении ребер вот есть наше в в нулевое вершины которые мы начинаем на этом пути есть какие-то невыделенные ребра их всего к а не выделенных давайте их классифицируем смотрите у меня же ведь потенциале у меня учитывается количество тяжелых невыделенных ребер вот давай теперь эти невыделенные ребра рас классифицируем на тяжелые легкие вот пусть к это x плюс y где x это количество тяжелых а игры количество легких из вот этих вот невыделенных количество тяжелых это количество легких тогда смотрите чем прелесть тяжелых ребер вот этих вот невыделенных тяжелых в том что после экспоза они становятся выделенными тяжелыми а значит потенциал уменьшится хотя бы на x потому что раньше они учитывались в потенциале они были тяжелые невыделенные дальше я их выделяю но они остаются тяжелыми потому что структура дерева не меняется а то есть я не меняю структуру дерева я меня только понятие выделенности невыделенности меня только сплей деревья значит те которые были тяжелыми останутся тяжелыми и вот эта вот штука уменьшится хотя бы на x потому что x ребер были тяжелыми но не выделенными а станут тяжелыми выделенными поэтому потенциал уменьшится хотя бы на x вот но с Y непонятно. Так, что непонятно? Сейчас скажу, момент. Да, это правда, это спасибо. Давайте сразу напишем, что Y не больше, чем log n, потому что легких ребер на любом восходящем пути максимум логарифмом. Всегда это правда. Так, почему у меня дельта-фи не больше, чем Y минус X. А, так я понял, смотрите. Проблема в игре может быть в том, что если вот это вот было легким, легким невыделенным, то возможно у меня вот здесь выторчало тяжелое, тяжелое выделенное. А я беру его не выделяю, а это выделяю. То есть возможно из-за того, что я вот эти вот ребра делаю выделенными, у меня возможно потенциал ухудшится, то есть увеличится на Y. Потому что ребра, которыми я пожертвовал, чтобы сделать Y выделенными, возможно тоже были тяжелыми. То есть они вполне себе могли быть тяжелыми выделенными. И мне пришлось их сделать невыделенными, увеличив потенциал на 1, и сделать вот это ребро выделен. Поэтому количество тяжелых невыделенных, давайте напишем, что количество дельта от количества тяжелых невыделенных будет меньше равно, чем y-x. То есть оно точно на x уменьшится, хотя бы на x уменьшится за счет вот этих вот тяжелых невыделенных ранее ребер. И возможно увеличится, но не больше, чем на y, потому что каждая легкая невыделенная ухудшает не больше на один ответ, потому что оно могло быть соседом только одного тяжелого выделенного, который станет невыделенным. Поэтому от y у меня в сумме будет не больше, чем y. То есть оно ухудшит не больше, чем на y. Давайте напишем. Давайте я вот это расшифрую, так как каждая ранее тяжелая невыделенная ребра станет выделенным. Это отвечает слагаемому минус x. Каждая тяжелая невыделенная станет выделенным. Вот. А каждая легкая невыделенная после его выделения может испортить максимум одно тяжелое ранее выделенное. А каждая легкая невыделенная после своего выделения портит не больше одного тяжелого выделенного. Это отвечает слагаемому меньшим, чем y. Ну все. Так. И при этом x плюс y равно k. Теперь надо собрать. Да, давайте вот здесь вот напишу, что вот это вот время — это по факту что-то типа y минус x. Потому что что такое... Вот давайте попробуем понять, что такое учетное время выделения всех ребер. Это по факту время, учетное время работы всех операций, кроме сплея, внутри вайл. Какие здесь операции? Ну здесь все операции на самом деле работают за единицу. Вот эти все операции работают за единицу. И я знаю, что происходит с потенциалом. Потенциал меняется вот настолько, не больше, чем настолько. Ну и давайте я здесь напишу плюс u от k. Потому что u от k — это реальное время работы всех вот этих операций. А учетное время — это всегда реальное время работы плюс изменение потенциала. Вот потенциал изменится настолько, а реальное время работы u от k, потому что, ну, время работы этого вайла, кроме с play, пропорционально k, потому что внутри какие-то тривиальные операции. Все, теперь я все это сложу. Смотрите, у меня здесь будет... Да, я могу вот это вот k разложить как... Сейчас, пардон. Плохо, да? k не должно... Извините, секунду, 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 секунду. Плохо, это я не хочу написать здесь. Ау? Сейчас. Так, да, там будет k плюс login примерно. Момент. Смотрите, пафос в том, что если я вот это k распишу как x плюс y плюс 1, у меня x и взаимно уничтожатся, и останется 2y, а y я знаю, что есть логарифм. Тогда у меня получил учет как раз логарифм. Да, x и сократятся. Останется плюс... То есть логарифм плюс 2y, а y это логарифм, потому что легких на пути как раз максимум логарифм. Будет все хорошо. Значит, вопрос, почему можно здесь написать что-то подобное? Почему учетное время всего остального — это y минус x? А? Почему он? Ну, вот он, потому что. Я оценил вот эту вот часть, вот она, x плюс y плюс 1 плюс вот логарифма, плюс учетное время выделения. Это не больше, чем y минус x. Вот он, короче, плюс. Сейчас я пофигшую. Ну, короче, смотрите. Потому что сладка, сладка на самом деле не получалось. Я скажу как надо. Значит, давайте так. Рассказ гоблина. Здесь можно сказать, что вот это вот все работает, ну, типа быстро. Поэтому я тут все стер. Если чуть аккуратнее, надо на самом деле мне подправить потенциал. Я не хочу этого делать. Давайте красным каким-нибудь этим сделаю. Смотрите, на самом деле давайте скажем следующее. Давайте скажем, что все вот эти вот операции работают за c действий. c константа. Тогда суммарно while работает за ck плюс время работы с playoff. Давайте вот это c вот сюда вот помещу. Тогда у меня здесь будет c, здесь будет c, здесь будет c на k плюс 1. А здесь будет плюс ck. И у меня как раз вот то вот ck с этим, вот те ck сократятся вот с этими. Ну, или там c плюс 1. Ну, короче, вот этот x сократится вот с этими. И будет все хорошо. Ну, давайте, давайте, раз уж взялся, давайте я это доведу. То есть еще раз. Смотрите, я вот здесь вижу раз, два, три, четыре, пять, шесть действий. Вот давайте c равно 6. Ну, вот какая-то константа, конкретная константа. Сколько времени мне нужно, чтобы все это сделать? Давайте, давайте эту константу мультипликативно вынесу перед потенциалом для всех сплэй-деревьев. Тогда у меня здесь появится, останется множитель c. Здесь учетное время выделения всех рыбера, это по-прежнему y минус x, потому что настолько изменяется потенциал. Плюс ck это реальное время работы, потому что k итераций, и здесь по c действий на каждой итерации. Теперь здесь, да, у меня здесь будет c, здесь будет множество c, здесь множество c. Тут остается вот логарифм, потому что константа под о большим съедается. А здесь будет что-то типа t на x плюс y плюс 1. Ну и, видимо, надо даже не c, а c плюс 1, да, написать? А, и c минус 1 хватит. Сейчас. Ну, то есть давайте я напишу, что ck это c на x плюс y. И мне нужно, короче, чтобы вот этот x окрадался вот с этим x. Значит, здесь надо написать c минус 1 вроде бы. Ну, подгон, в общем. Короче, надо подобрать такой коэффициент, чтобы все сошлось. Ну, вот c минус 1, если я здесь напишу, то у меня здесь будет c минус 1. Здесь будет x как раз-таки на 1 минус c плюс y на 1 плюс c. Этот x сократится с этим и останется o от логарифма плюс y на c минус 1 и плюс еще 1 плюс c. Ну, то есть, короче, y на константу. Но y, я знаю, что это логарифм. И все сошлось. Вот. Где? Правее? Так, что здесь не так? А, не сходится, да? Здесь будет 0,6 минус 1. Потому что здесь будет 0,6 минус 1. Ага, момент. А, нет, здесь не будет. Почему? А, то есть, тут надо 1 минус c, да, было написать? Ну, вы поняли, короче, это доводится. Вообще, часто эти рассуждения опускаются, типа, говорят, говорится, ну, там, на константу домножить и как раз вот этот x сократится с тем. Ну, вот если, если, если ввозиться, то, ну, окей, 1 минус c здесь поставлю. Тогда как раз там. Короче, будет нужный коэффициент. А у меня потенциал изначально нулевой, потому что ранги у всех нулевые, количество тяжелых вообще нет ребер, поэтому изначально 0. А в конце ограничен по модулу логарифмам. Поэтому ничего страшного. Вот даже отрицательность тут ничего не испортит. Ну, вроде все. Ну, давайте обсудим, что здесь можно вынести в шпаргалку. Все? Полезно? Ну, я подумал, что это будет какой-нибудь, не знаю, отдельный, типа, на утол вопрос, чтобы, чтобы, чтобы не все хотим мучить. Наверное, это неплохой план, да. Ну, подумаем. Вот. Значит, давайте последнее скажу, последние пару минут. Как можно было бы решать эту задачу, если бы у меня надо было искать сумму на пути, на произвольном пути, а не только от вершины до корня? Ну, вот не совсем. Мы лица не можем находить. Поскольку у нас в деле в динамической пересчитываться, мы лица не можем находить. Как? Ну, они же переподвешены, из глубины меняются. Что-то хз. Ау? Изначальное дерево что? Не, у нас изначально вообще, изначальная конфигурация у нас вот такая. Все отдельные вершинки. Между ними проводятся и удаляются ребра. Поэтому с лица, ну, скажем так, я пока не понимаю, как это делать. Давайте расскажу, как знаю. Может, можно и по-другому. Итак, как искать сумму на произвольном пути? Ну, вот есть какие-то две вершины V и U. Давайте мы сначала, как обычно, запустим экспоуз от V и найдем сумму на восходящем пути от V до корня. Потом, что происходит с U. Давайте мы тоже запустим экспоуз от U и в какой-то момент его остановим. Что делает экспоуз от U? Он потихонечку расширяет контролируемый этой вершиной путь. Он был сначала такой, потом он приклеил вот такой кусочек, такой кусочек и так далее. Это слишком, не нужна хашмапа. Мы просто в какой-то момент, на самом деле, переходим к вот этому большому пути. Тут не нужна хашмапа. Просто в момент, когда мы сюда переходим, мы ее делаем корнем и проверяем правду, лишь что у нее PTR равно null PTR. То есть, когда я дошел до этого пути, это легко проверить, что если от него вызвать сплейт, то PTR для нее это null PTR. Потому что PTR для этого дерева null PTR, потому что нет никого выше. Значит, в этот момент мне нужно сделать следующее. Это к ответу добавить, то есть то, что я уже в нашем сло дерева накопил, добавить к ответу. А вот это вычесть. Но чтобы это вычесть, надо сделать сплей. Вот это решено х станет корнем. Вот здесь вот находится все, что правее, в частности V. А здесь вот находится все, что выше, в частности корень. И это нужно вычесть. Левое по дереву нужно вычесть. То есть это, ну, по факту мы находим тот самый LCA, просто мы его находим с помощью expose. То есть мы сначала сделали expose от V, объединили все это в один путь. Expose от V. Потом запустили expose от U. И ждем момента, когда мы дойдем до вот этого большого пути. Когда дошли, мы на самом деле нашли LCA. Ну, а если мы нашли LCA, то нам нужно просто сложить вот это и вот это. Это благо мы умеем делать. Потому что это все, это уже отдельное сплей дерево. Мы знаем, какая там сумма. Ну, это какая-то часть большого сплей дерева. Вот это вот. Ау? Ну, по факту, да, по факту мы научились сказать LCA. Через два expose. Да. Ну, вот, давайте тогда закончим. Спасибо за внимание и всем удачи. Продолжение следует...